Время у нас без 10.07 утра Вот такая картина открылась Свято вам, всем привет Добрейшего утра Прекрасного настроения И всем приятных просмотров Мы едем работать Кто со мной запрыгиваете Места для всех есть Ну правда без ремней безопасности Так что держитесь за воздух И попытайтесь на повороте не выскочить Всякое бывает Все таки не дрова везут Так что держитесь Что у нас там на стадионе написано Белосиним Сам не знаю Написано Lumen Files А что это такое значит Я не знаю Так что погоните пожалуйста Подъехали уже Дам сайт разгрузка Загрузку рано не снимал Так как рано начали Поднимаем дропача Дополнительная ось Тут уже ребята Дышлами меряются У кого дышла длинше Разгрузка уже идет На всю катушку Видео Друзья Шик 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 Шук Шик Ш Cr О, Серега нам прислал снапчатик, Зара побачим. О, хо-хо, блин. Вот так вот, Сереге, привет. Значит, самый классный комментарий по вчерашним видео. Глаголит так. Дед Вован, спасибо за деда. Это статус, ребят. Не отвлекайся за рулем, а то страшно становится, когда ты в таком трафике с телефоном занимаешься. Значит, а кому страшно, когда мы сидим в трафике, и я ем колбасу или еще что-то? Прошу вылезти, не занимаем места. Ок, ок. Едем дальше. Это у нас утрешние ответы на вопросы. Есть ли вопросы какие-то под вчерашним видосом. Значит, у нас уже пятница. И я как-то говорил, что, значит, у вас суббота. Я так говорил, за другое полушарие, да? Так как вы на полдня, считай, вперед бежите. А у меня видос выходит... Ну, сейчас уже позже. Сейчас уже около десяти вечера по нашему, по сиатловскому время, по Вашингтону. А мне комментарии пишут, да нет, дядя Вов, у нас еще тоже пятница. То я уже и не знаю, как с вами поступать. Говорит, что у вас суббота. Не говорить. Потому что у кого-то суббота, а кто-то еще смотрит из Америки. А у него еще, оказывается, пятница. Значит, вопросы под вчерашними видосами. Привет, Вован. А у босса в 900-м тоже так трясет, как в твоем. Честно сказать, на фривей я ни разу не выходил на нем. У него короткий нос. Есть 900-й L. L, как я уже объяснял, за свой кешу. Это L-long hood, да? Обозначает длинный. Длина. У него 900-й B. Не знаю, для чего B стоит, ну-би, у них чуть короче носы и передний аксел. Колесо стоит чуть-чуть ближе до Сэбе, да? Под тебя, получается. Плюс это то же самое самосвал. То я не знаю, так же трясет или чуть меньше. А, пирабилл 379, скажем, в Вашингтоне, они не требуют, чтобы вы не трапите груз, когда вы ездите на публичных улицах? Во-первых, не трап. Ну, трап тоже подходит. Трап это поймать до кого-то в ловушку. Груз поймать в ловушку. А тарп, это значит заторповать, брезентуху кинуть. Я уже это объяснял. Если, смотря какой у Вас груз, если у Вас груз такой, как песочек, Вы едете, и он распыляет, ветер распыляет, тогда 100% Вас диетичник термоздит. Или даже, мне кажется, простой полицейский, если ему этот песок в лобовик даст, он Вас тут же остановит и немного накажет. Если вот как мы возим земля, и он еще ее ковшом разравнивает, притаптывает, да, то она не распыляется. Еще в зеркала ни разу не видел, что она летит куда-то. И даже вот за боссом ехал. Она все нормально там сидит. Плюс, самое главное плюс, почти что 25 тысяч на ней еще сидит сверху. Понимаете, да? Так что никуда эта земелька не денется. И никуда с нее вы тоже не денетесь, мои дорогие. Значит, вопрос был по-английски, переведу. В Вашингтоне, что, не надо? Разрешают, типа того, не торповать груза, пока ты едешь на пугу, в личных дорогах. Вот такой вопрос был. Я думаю, вы это поняли. Сколько вас там машин на этом котловане работает? Спасибо за видео. А 39 или 37, я говорил, когда я начал, мне босс сказал какую-то цифру. По-моему, 37. Не помню. Это надо в первое видео пойти посмотреть. У кого есть время, послушайте. Я там говорил, когда начал на самосвале. Потом я по рации слышу, ага, та компания отпала, та не пришла, та не вышла. И нас что-то все меньше и меньше было. Сейчас, вчера или позавчера, нагнали практически самую большую наверное, компанию дам траков в Вашингтоне, Норс-Вест. Просто огромная, у них целая куча. И они их нагнали позавчера и вывезли просто массу оттуда. А теперь сегодня опять какая-то другая компания, тоже, смотрю, много траков появилось, пришла помогать. Так как проект должен был закончиться 54 или 59 дней. как босс сказал, 2,5 месяца, так как 20 дней рабочих в месяц. Не 30 дней. 20 дней рабочих в месяц, то надо было за 2,5 месяца это все выгрузить. А босс говорит, мы уже на 4 месяце. А за это пенальти платится, понимаете? Как бы там уже должны были другие прийти стройку делать, цемент за это самое заливать. А мы еще, мы еще все в свои песочники песочницы играемся со своими этими маленькими самосвальчиками, с лопаточками. Так что такие дела. Так что около 40 траков есть, но не постоянно. Кто-то пришел, видимо, то ли не понравилась работа, то ли что, раз-два с вылеза. А что за камера? Интерес. Ну, ребят, ну, чуть не подавился такого смешного комментария. Are you for real? Real, real? Ну, прочитай, во-первых, это самое, да, название, название этого ролика коротенького. My GoPro 360, да? Вчера три коротеньких видео вытащил, да? выставил. Именно делал диалог, сидел сразу же на YouTube с GoPro. Иначе вы заметили, да, пока я на свой приложение по-вашему, да, скачаю с GoPro, то уже 360 градусов уже картинка не работает на моем приложении. то я с GoPro пытался, у меня там по три с лишней минуты есть, и мне GoPro сразу опа, стопе, мужик, ты че, три минуты, ты че, 90 секунд максимум, я могу с GoPro upload сделать на YouTube 90 сек максимум, все, больше оно не позволяет. То ли memory, мозгов мало, то ли че, я не знаю. То поэтому был вопрос, почему такие короткие. Красавчик, красавчик, котенок. А может Detroit, не знаю, старый, но красиво рычал на горном тормозе. Так что камера GoPro 360 Max. Буду upload делать по 90 секунд стараться, да? Вы можете на своем Mickey Mouse, если вы на лаптопе, если вы на Note, или как у вас там говорят, на компе, на компе, да? Комп, компьютере, да? Если вы на компьютере меня смотрите, вы можете или маусом, или пальцем по кейборду, по этому маусу, как маус по-русски, не представляю, водить, вы можете меня двигать, перемещать меня с кабины назад, на кузов, туда-сюда можете бегать, картинка вращается 360 градусов, был вчера коммент, что у тебя, дядя Вова, не получается ничего, извиняюсь, но это у вас не получилось, как бы не доперли, да? Надо было просто пошевелить, если вы смотрите на селфоне, то просто селфон перемещаете куда хотите, а это что за машина? Как КамАЗ был, интересно, или просто военная, как она там называлась, так, мне уже выпить надо за ваше здоровье, хороша кофе, мала чаша, хороша каша, вы поняли, да, ребят, если на селфоне смотрите меня, то просто вот так покрутили туда-сюда, туда-сюда походили вокруг комнаты, и вы перемещаетесь с салона назад, очень классная тема, мне понравилось, теперь такой вопрос, 360 снимать в простом видео, вставлять их, потому что у меня картинка получается заморожена, остается заморожена в трех положений, правая сторона кабины, левая сторона кабины, чуть-чуть со мной, и зад трейлера, я потом ее растягиваю, чтобы только я там был и зад трейлера, поняли, да, как я это делаю, когда все это вместе в кино потом собираю, я просто эту картинку растягиваю, в первом видосе, позавчерашнем, я вам показал все три фотографии, как она у меня есть, на моем аппе, да, на моем приложении, так как приложение 360 градусов не читает, у нее таких таких мозгов нету, не хватает мудрости, может быть, они к этому придут когда-то, но, к сожалению, не сегодня, ну, как мне друган вчера объяснил, что это надо лаптап покупать, компьютер огромный, 1 ТБ памяти, чтобы было, да, или по-вашему ТВ, я не знаю, как там произносите, ТБ, короче, мощный компьютер надо потом, это приложение туда диалог сделать, и тогда уже можете это все на YouTube кидать, ну, вот, прикиньте, да, вы меня час смотрите, да, на простой камере, потом раз, клип пошел на 360, на 360 градусов, и вы даже не обратили внимания, что, оказывается, этот клип можно было поводить пальцем, покеборд клавишем, да, и оно могло 360 градусов, вот, я по даунтауну там заезжал, в повороты входил, оказывается, когда двигаешь картинку, все видно, все здания справа, все здания слева, люди шли сзади очень много, да, а на простой камере это не передалось, этого не было видно, так что, с одной стороны, 360, круто, технология рулит, ну, надо ей уметь пользоваться, так что, напишите, мне на 360 градусов снимать и отдельно по минуте получается 30 выкладывать, 90 секунд, пару так роликов за вечер кинуть, или просто в замороженном виде, растянул картинку, чтобы вам сразу было видно и меня, как я переключаю, и зад, что там творится в одно время, или так и так делать, и туда кинуть короткое видео и сюда тоже закинуть, чтобы она просто была, чтобы она просто была. ну, что, мы рулюем дальше, мы рулюем дальше, Володь, а поскольку годков твоим внукам, мы с тобой ровесники, у меня одна внучка, ей уже 12 лет, ничего о себе, 74-го года, у тебя внучке 12 лет, да не может быть, у тебя что, в 16 лет дети были? ну, ладно, в 19, не, все равно не получается, а у твоих тогда детей во сколько было, дети, нет, тут математика вообще не сходит, ребят, я женился в 22, в 23 года, у меня уже ребенок был, первая дочь, потом она в 18, с половиной вышла замуж и в 20 или в 21 ребенок был, и ее дочери, дочь 4 годика, это самая старшая моя, а у тебя получается все на 10 лет вперед, а, нет, ей уже 12 лет, на 8 лет, я не знаю, как этих 8 лет сместить, насколько раньше мы этим всем начали, так сказать, уже взрослая, уже в догонялки с ней не поиграешь, хо-хо-хо, догонялки, это класс, Серега, запорожен, запорожен, да, извиняюсь, тут маленький шрифт, пробка, сами понимаете, плюс еще бинокуляры не взял свои, я бинокуляры не ношу, это шутка была, со зрением, слава богу, пока все хорошо, четыре, два годика, потом у второй дочки, почти что два годика, почти что годик, два и два, девочка-мальчик, девочка-мальчик, так что, мне есть за кем бегать, в догонялки играть, это самое классное, диди, диди, и погнали за диди, короче, да, они даже еще деда, а не, внучка первая говорит уже деда, а вот второй у меня хлопчик, диди, ну, вы его все видели, на инстаграме есть немного приколов делаю, вот он, мой старший, внучок, красавчик, ну, а на этой у меня все красавицы мои, все детки мои, раньше у меня свой трак здесь забыл, на телефоне, гордился своим траком, а теперь нет, теперь внучата, внучата, и еще раз внучата, это самое классное, что в вашей жизни может быть, это внуки, дядь Вов, а почему не драйвен, чем драйвен, хуже рифера, ну, вы видели этот драйвен, ребят, у меня все, что было круто смотрелось, что было круто на дороге, да, вот он опять нас, Петрович, догоняет, иарм, просто красавчик, охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, охо-хо-хо-хо, охо-хо-хо-хо-хо-хо, охо-хо-хо-хо-хо-хо, здравствуй, мы сейчас, все отдохнемся, небо и приоткроем, коров везет, охо-хо-хо-хо-хо, вот это запашочек, а, ребят, у нас всегда была две свинии находки и две коровы, но что-то я уже отвык от этого запаха все лето собираешь эти какашки а потом зимой попадает теломик долбишь и разносишь на грядке удобрения ребят кто помнит эту тему а кто до сих пор этим занимается жму вам руку ребята коровы это вообще это класс это класс мой зять второй респект ему его жуха такую сверху по факту такой себе участок земли купил классный мент за ним ехать невозможно просто всю кабину заводил на какой кабину весь сиатл заводил а класс вот это вот это пахнет этот парк не понимаю классно значит а олежек возвращаемся к тебе а молоба лакс лук это первое место мейти да поэтому мне как должна не по себе контейнер оттекать поставит этот ржавый контейнер а у тебя аж до внутри все переворачивается ох ты м3 ох ты и 36 м3 так ты чё впереди меня перестроилась может мы заснимем камера камера работой работой надо смотрю большинство когда вот солнышко чуть встает ослепляет впереди ничего не видно тоже ерунда кэти так что drive-in я у меня же был драйвайн ребят вы просто со мной не были я на драйвене мне хватило одного месяца это тогда когда я на синем петровичи меня выгнали с порта девятнадцатом году первого января я пошел себе второго января купила drive-in и ровно месяц на нем поработал оказалось и здесь орегон вашингтон делать на нем невыгодно во-первых копейки платили во-вторых очень много времени занимает поехать туда груз найти там разгрузить потом куда-то другое место то же самое как флотбэк я пытался это делать каждый день две загрузки тут а две разгрузки здесь а и очень много времени отнимала за целый день 18 18 часов это тоже такая работа не сильно хорошая и помню 450 долларов туда платили 450 назад как бы за 900 долларов она не стоила этих детика времени столько не стоил легче как говорится в одну сторону за 700 долларов контейнера отвез и назад пустой ты свободно то я управлял буквально месяц поработал и продал потом а продал петруху купил себе по новее кенверса ти 660 взял думали с темой на него водилу посадим с водителем тоже не пошло я его тоже продал три месяца на нем попрыгал то же самое вот эти ти 660 сидишь на балке вот так вот скакал скакал там видом трака не надо я вне ребят если это не классика мне на не нужно что-то мы стема это самое не было работы в то время на водителя мы его продали я себе купил красного 389 петровича пошел назад на контейнера а потом купил флотбэда и все-таки из контейнеров ушел два с половиной года поработал на флотбэде работа классная ну опять же таки дерьмо кратом большое спасибо пришлось еще и флотбэда а если еще хуже пойдет придется еще и так а продать еще петровича продание как все говорят что будет еще хуже ребята не хочу этого слышать не хочу этого видеть надеемся на лучшее но будем готовы на лучшее а Реша 900 меня поймал. Молодца просто. Молодца. Мигел. Мексиканец мой друг. Просто красава. Следит за мной на инстаграме. Иногда на ютуб выходит. Я его, кстати, снимал. Бескапотник. Белый с желтыми полосками. Кто помнит бескапотника на моем канале? Бело-желтый. Это Мигел. Мексиканец. Молодой парень. Сейчас на 900 поехал. Уже у него раньше был 900. Запорол Катерпилера. Или поломался. Не знаю, как там получилось. Отдал шап ремонтировать. Там что-то загрузка получилась. Ну, типа, как у нас с 900. С Артемом. Три месяца делали, как говорится. Он тут же пошел себе бескапотника купил. Сел на бескапотника. И тот помаленьку восстанавливал. Уже потом не торопился. И потом на бескапотнике тоже маленький Катерпилер был механический. 3406 Библ. Механический двигатель. 425 лошадей. И тоже он у него встал. Тогда уже ему быстренько шап сделал 900. Он сейчас на нем поливает. И трейн хорн, если кто-то слышал, да, от поезда сигналил. Это он мне посигналил. Еще и помахал. Красавчик, а. знает, что я на дамтраке. И увидел меня. Просто пересеклись на фривей. Вот она компания, за которой я говорил. North-West Construction. Все дамтраки. Просто их целая куча. Если они куда-то приезжают, то считай, стройка заканчивается очень быстро. Они реально бы справились за два месяца вместо два с половиной. А мы уже четыре месяца долбим. Ну, не я, конечно, но до меня. Ребята не справлялись. Поэтому меня позвали. Как 26-летка идет у тебя стажу. Давай, помоги. А то мы за пять месяцев без тебя не справимся. Утренняя дядя Вова шутка. Вот она, отель. И вот они вчерашние уже опять собираются. У них майки, футболки одни и те же. Смотрю. Очень много черных. Так что, ребят, кто живет в Сиатре, готовьтесь к чему-нибудь классному. Просто будет весело и познавательно. Так как все люди, я смотрю, прилетели сюда, в Вашингтон. Будут что-то творить в Сиатре. Если им выборы не понравятся. Middle action. А у нас сейчас происходит. Так что, черные жизни важны. И только они. Мы никак нет. Мы другого цвета, получается. Второй сорт людей. Так что, если что-то пойдет не по их плану. Спалят этот даунтаун к монахам. И даже два раза не подумают. Не задумаются. Да, прикольно. Только что я тут делаю в этом демократическом штате, до сих пор не понимаю. Всегда влево-вправо. Очень много пешеходов. Нас уже ждут. Нас уже ждут. Очень много пешеходов. Так и влево. Кому влево-вап-булируйте. Когда пораньше остановишься, то приходится два раза подтягивать. Иногда один раз протянул и все. Сейчас, наверное, опять посигналит. Ну, два раза, так два раза. Какая разница? Не, ну, канавку уже вырыли капитальную. О, даже ровнять не хочет. Сзади трак подъехал. Я говорю, давай, get out of here. Так, Тесла, пропускай нас. Тот же самый поворот, только с другими людьми. Так, пока вот загрузились, а в пробке на улице сидим, я бы с грузом в пробке бы ваши комменты даже не читал. На фривей, да? На магистрали. А так, пока сидим в городе, от цитофора до цитофора займет пару минут. Значит, Титан пишет, дядя Вова такой вопрос, чем питаешься в течение дня? Из дома берете или кушаете быстро приготовленную еду? Ну, Титан, это же не первый комментарий у тебя. Значит, не первое видео смотришь. Я вас и торияками кормил, и стейками кормил, и халапино-бургерами кормил, и Макданул с вами заезжал, и колбасой с дома брал. Ну, что, реально, что ли, ни в одном видосе не видел, как я вас кормил? Говорю, ребят, френч-райс на всех, халапино-бургер мой. Ой, ладно, проехали. Что, реально никто меня не смотрит, да? Так, просто, коммент кинул, видос вышел, коммент кинул, и дальше пошел. Ну, хоть за это спасибо. А вот следующий коммент, это, наверное, вообще топ из топа. Ребят, спасибо, вот такой, вот такой коммент. Сомин Толик, привет тебе. Странно, почему убрали монетизацию. Ведь дядя Вова половину кажа на украинскому. Молодец. Нет, ребят, ну я стараюсь. Сколько слов знаю по-украински, столько и кажу, понимаете? Ну, и много не знаю, но какой есть у меня набор слов в украинских. Употребляю, чтобы их не забыть, а то всякое может быть. Следующий у нас пишет, а Вовс, сори, не понял, у тебя тоже нет монетизации? Как понять? Не понял. Все, кто разговаривает по-русски, по-русски, у них нет монетизации. Это когда канал на русском, что ли? Ну да. Когда на русском и русский автор. Толерантность, толерантность YouTube зашкаливает. А если русскоговорящий украинец? А, народ, монетизация есть, чтобы вы понимали, чуть-чуть. Оно как бы и так было, чуть-чуть. Но они смотрят... Сколько людей смотрят из России? Именно сейчас Россия наказана. А наказали, получается, нас, русских, в других... Разницы нету. В Америке там... Полностью в других странах. Если вас Россия смотрит, то за Россию вы получаете ноль. Шесть, 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 видите, да? Шесть, шесть, шесть знак. Вот. Одна шестерка, вторая шестерка и третья шестерка. Дьявольский знак. Никогда так не показывайте. Шучу. Как хотите, так и показывайте. Я это где-то увидел, посмеялся и дальше поехал. Люди что только не придумывают. Значит, народ... Вообще, шесть, шесть, шесть – это дьявольский знак, чтобы вы знали. Ну, а и так его показывать, я не знаю. Это надо... Это надо просто что-то на себе напридумывать. Как и монстр, да? Monster Energy Drink. Когда пьете монстр, покупаете там M типа того, да? Такие закорючки. Тоже говорят, что это шесть, шесть, шесть типа того. Да. Чего только не придумают. То получается у меня, я уже вам показывал, 52 или 54 процента именно с России. Там даже города стоят, с какого города я смотрел. И главное, ни одного подписчика мне в YouTube не показал с находки. Владивосток стоит, находка 0. 666 или 0. Не вижу. А я-то сам знаю, что у меня даже Степаныч находка с находки, понимаете? У меня находкинские есть. Находкинским землякам. Привет вам огромный. Ну, за вас ничего земляки не платятся. Вы уж извиняете. А с остальных стран платят, там копейку какую-то дает. Самое многое мне дает с Америки. Ну, у меня всего там 3% пишут подписчиков с Америки. Хотя кого пальцем не ткни здесь у нас, в Америке. Все говорят, дядя Вова, я тебя смотрю. Подписчиков всего 20 тысяч. Все меня с Америки смотрят, кого я знаю. А я многих знаю. Целых 2 человека знаю. А всего 3%. То есть, если бы с Америки больше бы русских смотрела, разницы нету. Русские, там, украинец, поляк, болдаван. Разницы нету. Кто вы? Но если у вас проживаете в Америке, то мне за вас платится. Так что хоть в Америке, ребят, 3% подтяните. Скип не нажимайте, да. Просматривайте мои эти самые коротенькие адвертайзменты. Если длинный там ад пошел, да, на 30 минут есть некоторые выставляют. На такую ерунду не надо смотреть. Скип сделали и все. Как бы 20 минут посмотрели, 25 не надо уже. Скип потом сделали и все. Так, разгоняемся уже. Тушу камеру. Тушу ваши комментарии. Догнали Милки-Вэй с двумя прицепами в гору. Если бы караба продолжалась, мы бы его взули. Мы бы его натянули. И у меня теперь такой вопрос. А сколько у них там лошадей? Если у нас уже ниже Блинтуса, да? Какой у них там двигатель стоит? Ребят, что хуже Детройта и Паткары? Мне просто интересно. Ну то что? Питье включили. На скорости четенько включается. Начинаем вываливать. Блокировку не включил. Значит, надо сразу отъезжать от кучи. Иначе можно не выехать. Поставили кузовок на место. Отключили питье. И погнали, пока не дали. Где наш там камень? Тут камень где-то лежит. Вон он. Объезжаем. Помещаемся. Вот так происходит разгрузка. 360 градусов. Так что сейчас подъедем. Загрузимся еще. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так. Корейская морковочка. Ну это так. Вдруг кто голодный? Что я еще тут на всех взял? Ха-хо-хо-хо-хо. Ну это так. Дубь никто никогда не видел. Колбаска. Колбаска с салом. Колбаска у нас, смотрю, еврейская. Значит, без сала. Я не знаю. Я вот не знаю, да? Кто-то еврей или просто по-еврейски живет. Что вам сало сделало? Вопрос такой у меня. Пытания у меня такие до вас. Буду разговаривать по-украински. Может быть мне монетизацию назад дадут. Скажут, да это вообще не русский. Какой он русский? Ха-ха-ха-ха. Колбасу с салом, любя. Любя. На украинке женатый? Женатый. Так что, народ, всем приятного аппетита. Мы вот так питаемся, потому что во-первых, нет где практически встать. Ты не имеешь права с этого маршрута свернуть. Шаг влево, шаг вправо, считай. Опять добрались будем сходить и загружаться. немного перекусим. В Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я надеюсь, сейчас и 30-я Кабролет будет сзади видно Как-то камера его захватит Сзади нас Ешка 30-я Бампера у нас какие? Железные 88-го года, наверное 89-го или 90-го Пошли уже пластмассовые бампера Троллейбус За, сняли Мужик справа в наморднике идет Красавчик Поверните камеру Вправо Увидите Как они сами по улице гуляют Может он кусается, мы же не знаем Вот нормальный человек идет О, слева одевает на мордик Посмотрела на меня И одела на мордик Вот я даже притормозил Чтобы это все дело зафиксировать На 360 градусов Прикольные люди Ну что ты сделаешь? Раньше у нас говорили Не всех война убила Ну что, еще один грузик Разгрузим Выкинем и погнали дальше Берем поближе к куче Втыкаем питье Продолжение следует Какой красавчик Петруха Длинно носик, все дела Как говорится, я бы с удовольствием себе такого Петруха Самосвала, домтрака бы сделал С удовольствием Побольше кабину бы сделал Фэтбой, да, сзади приставил, чтобы в спальнике как бы сидеть Но он будет без спальника Зато места в кабине много Куда ноги растянуть, вытянуть Самое главное, чтобы он был длинно капотик Чтобы не сидеть на передней оси Ну и подушки добавить Как мы это всех Петровича и нормальных садим Как-то так А если не убирая рессоры, да, две рессоры оставить И подушку поставить То он его еще и будет поднимать Представляете, насколько он его может поднять выше Чем обычно он сидеть будет Широкие колеса поставить наперед Какие они там идут 325-335 шириной И сделать его, чтобы он поднимался Тогда можно, тогда можно 18-inch бампера поставить Понимаете, да, уже бампер будет у вас побольше стоять Вместо вот этих маленьких 13-ти янчевых Дюймовых Как-то так Самое главное, работу как-то выцепить Где-то ее найти Можно было там траками заниматься Так вот, впереди меня трак идет И кадиллак стоит Длиннющие кадиллаки, конечно Морда торчит, как здрасте Девушка, девушка, а не пропустишь ли ты нас, а? Стоит Пешеходного перехода нема Она стала стоить Никого опять нема Вот задом впереди меня BMW паркуется, да? Ну а потом, как кто-то правильно написал Какая разница, что ты назад потом сдаешь в трафик А трафик летит, да? Или вот сейчас остановил весь трафик Задом заехал И передом потом легко выехать Как бы математика та же самая От места слагаемых сумма не меняется 2 плюс 2 остается 5 Хотите вы это или не хотите Это или не может быть Или не может быть Это или нет? Опять три раза подтягивать Тут два раза Сейчас после четвертого ковшика опять посигналит Протяни, пожалуйста Включаем передачу Сзади нас никого, должен по идее сейчас поравнять нам грузик По барабанам Ему уже надоело его ровнять Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В такое время еле разъезжаешься со всеми... Не забываем про дополнительную ось... Опускаем... Сегодня у нас пятница... Разратница... Так что сегодня будет очень много людей здесь гулять... С пятой ходочкой, с последней... В пятницу обычно люди выходят на улицу гуляют... Сидят рестораны... Энчоются... Как батюшка говорит... Ну а мы что, проверяем батарейку... Батарейка у нас еще чуть есть... Так что можно и поболтать... Так что садитесь поудобнее... Поболтаем... Пока едем... Ну там впереди уже залив... Вот эти все дома... Вот эти все дома... Уже стоят на вид залива... Это вообще классно... Это наверное самые-самые дорогие... Домики в Куинэн... Поэтому здесь Форд Мустанг стоит... За полторы тысячи долларов... И реставрировать его никто не собирает, смотрим... Так и сгниет машина... Вон влево поворачиваешь голову... И сразу обрыв... Видно... Скала... И океан... Ну а мы что... Включаем горняк... И потихоньку спускаемся с горы... Первый поворот берем... Добавляем газу... Отпускаем газу... Второй поворот берем... Подъезжаем к слепому... Поворотом... Слепая зона... На слепой зоне не отвлекаемся... По телефонам... Не смотрим в телефон... Honda Civic нас пропустит... А если нет... То не трамвай обеет... Спасибо Civic... И еще пару вопросов появилось... Да... Это уже сегодняшний... Под вчерашним видео... Троллейбус загрузился... Только что ждет нас... Только что загрузился... Выезжает... Спасибо троллику... Троллику... Спасибо... О... Кастумер стоит... Вылез... Включаем пятую передачу... Спускаемся в бугра... Пока нам делать нечего... Читаем комментарии... Интересно... Почему лайков... Так мало... 3.2 тысячи... Просмотров... И 383 лайков... Кому-то... Не зашло? Вопрос на вас... Ребят... Этот вопрос стоял... Не для меня... А для вас... Для каждого... Который вот сейчас... Посмотрит киношку... Вот эту... Именно вот эту... Гарницкую... Делайки народ... Если что-то не нравится... Если что-то не нравится... Я же говорю... Вылазите с телеги... Вот сейчас стоп как раз... Даже остановлюсь... А подольше... Постаю... Пока вы вылезете... Вылезли... Отписались... И больше не залазим... А от остальных... Сегодня жду лайки... 3.000 просмотров... 3.000 лайков... Добазарились... Это если кто-то не вылез... Спасибушки... Неужели вам жалко... Да... Вот так нажать... Лайк... Коммент... А плюс... А минус... А, ребят... Я стараюсь... Каждый... Каждый день... За бесплатно работать... Что-то для вас выставить... Каждый день... А есть вообще еще какой-то блогер... Который... Каждый день выставляет видео... И при этом зная... Что дохода с него нет... Так ради интереса... Я много не смотрю YouTube... Пару нормальных там есть у меня клиентов... Посмотрел и все... Следующий... Скажите пожалуйста... Пожалуйста... Правда нету... Сразу три вопроса поставил... Скажите в Россию... Приезжали после того как обосновались в США... А нет не приезжал... Не было такой возможности... Приехать... Если конечно... Будет возможность... Хотелось бы да... Чтобы дети посмотрели... Так как дети все здесь родились... Но я здесь соженился в Америке... Хотелось бы такой тур да... взять... Прилететь... В Россию... На Украину заехать... Сейчас это наверное невозможно... В данный момент... Ну... Время лечит... Так что... Ребят... Я надеюсь что все будет нормально... Все молимся... Чтобы скорее эта война закончилась... Это безумие закончилось... И просто показать детям... Откуда я родом... Откуда жена родом... Да... Это все таки интересно... А внучата... Внучата как будут интересные... Так что будем надеяться... В будущем... В ближайшем... Не знаю... В ближайшем... Но в будущем... Когда-то мы все... Дружно своей семейкой приедем... Походим... На скорбящую мать зайдем... В памятнике я надеюсь там еще стоит... По улице Чеховой до конца... Кто с находки тот в теме... Кто был там тоже в теме... Так что да... Это было бы классно... По родине погулять... Ну а мы что... Мы ничего... Мы щелкаем... Сидим 18-ту... Только сплиты... Туда-сюда... Туда-сюда... Сплит выключаешь... Рейнджер поднимаешь... Включаешь повышенную пятую... Поняли да? Рейнджер это у нас делит... Верхний ряд 5... И нижний ряд 5... Все... Снизу у нас 5... И сверху... Ну 5... На этой... На этой передаче 4... Получается... Пониженная она как бы идет... Первая, вторая, третья, четвертая... Включил... Пятая, шестая, седьмая, восьмая... Все... Ну так как пониженная есть... Получается 9... И плюс они все еще половинчатые... Напополам можно их поделить... До 8... Деришь напополам... Получается... То есть 9 делишь напополам... Получается... 18... Правильно? Почему делишь напополам 18... Сам не знаю... Я думал когда умножаешь на 2... Будет 18... Да? Ну то такое дело... У нас у шахматистов... Другая математика... Так что 2 плюс 2... Получается 5... Как я там в машину поместился... Вышел со старбакса... А тут трак стоит... Подпер его машину... Ну ничего... Справился... Смотрю мужик... Молодец... Садись 5... Завтра смотри ее опять... Включаем пониженную передачу... Так как мы... Опять на горку встали... Трогаемся... Тут же... Половинку... Потом первую... А потом... Уже можно вторую сразу целую... Третью сразу целую... Если попали... С половинками конечно лучше... Четвертую... А вот уже четвертую с половиной надо... Большой размер между пятой и четвертой... Ставишь четвертую половиной... Потом пятую... И потом подскакиваешь... Светофор... И втыкаешь... Третью передачу... И он тут же зеленый загорается... Как бы не надо останавливаться полностью... Ну надо... Он для этого предназначенный... Но если мы его остановим... Опять под горочку... Или на горочку... И опять с пониженной трогаться... Понимаете, да? В принципе... По сигналам... Вчера узнал небольшие новости... Ха, делюсь я с вами... Значит, Питербилд... Уже начал выпускать... 389... Экс... Как и прошлый год... То есть последний год... Выпускался 379... Экс... Если кто помнит... Кто-то следил за этим... 2007 год... Был последний год... 379... И его сделает Экс... Это как бы... Самый крутой там он шел... И всего их было 1379... А... В этом году... Уже начали выпускать... По-моему... Сказали... 36 машин всего будет... В этом году... Еще выпустят... 379... Экс... Уже начнется... То есть... 389... Ну и простой 389... Будет продолжаться делать... Только уже начинают... И в следующем году... Остальные... И всего их будет... 1389... Поняли, да? 1000... И 389... Как 389... И все они обозначены на панели... Под своим номером идут... Так что вот такое... Уже первый сделанный... Уже на выставке стоял... Так что 389... Модели подходят к концу... Но они не хотят говорить... Что будет следующее... Или вообще... Будет ли классика существовать... После этого... Или нет... Так как... Как и все остальные... Петр Билл сказал... На выставке... Что мы сейчас стремимся... И... Ви... Чтобы все были траки у них... И... Ви... Электронные... Вегиклс... Электрические... Да? Электрические... Вегиклс... И... Ви... Вот такие пироги... Вот такие у нас новости... В Америке... Следующий год... Будет последний год... А там посмотрим... Я думаю... Уже в следующем году объявят... Будет классика... Или она помаленьку... Будет вымирать... Вместе с дядей Вовой... Да? Что дядя Вове? Дядя Вове уже 49-й год... Еще 50 лет отживем и все... И наше поколение нема... Останется поколение... Любителей электромобилей... Ничего из плохого нету... Но, как я сказал... Это просто не для меня... У кого есть такие машины... Я вас не осуждаю... Заряжайте... Катайтесь... Только не забывайте... Кто их заряжает... Какие двигатели... Дизельные... Заряжают... И какие станки... Их делают на заводе... Ну что, братва... Добрались мы... До нашего места назначения... Где мы скидываем с вами... Чистую... Земельку... Батарейка у нас уже моргает... Ну сколько хватит батарейки... Столько и поснимаем... Иногда он тут и говорит... Куда скидывать... А иногда просто молча... Сам по себе... Приехал... Как говорится... Нашел... Дырочку между кучами... Скинул... И дальше пошел... Вот как раз я уже дырочку присмотрел... Если слишком, как говорится, далеко заезжать... А потом далеко ехать вперед... Лучше развернулся здесь... Назад сдал... Выпрямился... Или можно даже назад сдать... И разгружаться... Что сдадим назад... Разгружимся... Вот так же свыравниваем его... У нее все-таки говорит... Давай-ка сюда... Возле меня, говорит... Драпай... Ура-ка сюда... Николай... Ура-ка сюда... Назад-ка сюда... Замечательно... Ура-ка сюда... Аааа... Видимо... Ура-ка... Ура-о... Ура-ка... 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 ну чё братва последняя ходочка пропустим машин надо чуть-чуть вот так в сторону уйти пропустить пару машин и потом дальше ехать потихоньку а то впереди нас только что заехал тнт track and trailer еще даже не заехал только стоп проехал да ты чё а Радуга у них нарисована Слева был ресторанчик Все радужные сидят там Понимаете, да? Во что они радугу превратили Потихоньку еду Даже уже припарковаться негде Сзади машины Хонда, ты что творишь? Хонда, надеюсь, ты все ТНТ с about get loaded And I'll side dump next Nobody else I'm going to fuck up your night straight Ticket number? Oh, yeah 00263 That's number five Jason will sign you out At the dump site At the dump site? Может, как раз батарейки хватит На последнюю загрузочку I'm going to go I'm going to go I'm going to go Я не знаю, что я не знаю, что я тут Я буду делать Я думаю, что я в Almighty О, троллейбусик подъехал. Поворачивать нам некуда. Ух ты, какой гелик стоит черного цвета. Да ты чё, велосипед классный, а? Себе б такого. Г-63, да? Или как мы говорим, G. G-63. AMG пакет, все дела. А, самое главное, чтобы он квадратный был. Ну чё, последняя ходка. Заваливаем на пятый магистраль. Пятый фривой. Прощаемся с даунтауном. Вот с этим красивым квадратным зданием. А возле него справа ещё лучше. Как-то снизу кверху расширяется, да? Как стакан какой-то. Так, ну вообще-то нас кто-то будет пропускать или нет. Ребят, совести имейте. Лезут под бок и всё. Я уже с поворотом, как со вчерашнего дня еду, да? А они даже-даже. Мотоциклист он слева меня уже обгоняет. Не может дождаться. Всё. Гудобай, Сиакол. Надеюсь, что в скором мы с тобой не увидимся. В ближайшем времени мы с тобой не увидимся. Так что до побачени. It was nice working with you. Красивые деревья у нас по правой полосе. Красивые. Ну что, мужики, притушим рацию. Хватит на сегодня. Разгрузились. Последний уходчик. Едем трека, паркуем. И до дома. Так что всем спасибо, что ещё раз прокатились на самосвале. Чему-то, может быть, научились. Чему-то я научился. А так, если что, всем до завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...